Видно, нет вам? Мне видно Ну расскажите, кто вы и откуда? Меня зовут Рован, я из города Железногорск Это Курская область Какая область это? Курская область Курская область, так У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Нет, не против Я слушаю вас, говорите, пожалуйста У меня несколько тем Первая тема, я хотел вас спросить Слышал, у Таких дела, есть дела спасительные Есть не спасительные А есть нейтральные дела Хотел бы спросить у вас, как вы Расскажите про это Есть такое понятие, спасительные дела, есть не спасительные дела Это люди разделяют так Говорят, есть смертные грехи Ну правильно Убийство и допустим Насмеялся или что-то такое Это же разные вещи-то Но Писание нам не показывает смертельные грехи Любой грех смертный Если в нем нет раскаяния Нет раскаяния Самое обыденное Не раскаивается Обиделся на друга Обиделся Или он Тобой обижен И не примирился Вход запечатан Ты не можешь развивать себя уже нормально Бог тебя, говорит, будет блокировать Так и здесь Дела какие хорошие Господь показал нам 25 глава Евангелие от Матфея Прямо перещать дается Я алкал, хотел есть, вы накормили Я жаждал, вы меня напоили Я был в темнице, меня посетили Был болен, навестили Вот что, за больными ухаживать Голодного найти, жаждущего Помочь заключенному Имеется в виду, конечно, за слово Божие В первую очередь о верующих заботе Кто творите всякое доброе дело Говорит Всем людям А наипаче своим поверен То есть больше всего Далее указывается Кто о родных не пищется Тот о трех сотверах Уже неверного Позаботиться, чтобы Родные, там, отец, мать, жена Сестры, там кто Стали верующими, христианами Чтобы из этой жизни Они не ушли Непримиренными с Богом Вот дела спасительные То есть бывает Самое маленькое дело Но оно спасительное Вот у нас в матери много было ребятишек И она говорила Самое трудное Это молиться и с детьми водиться Кажется еще особенного А ты поводись с ребенком Он болен бывает Ты сам не доспишь И он не такой будет Дальше печаль Детей будет Непослушание Детей привезти на небо Спасительное дело Конечно А людей к Богу обратить Там другой нации Другой веры Спасительное То есть все спасительное Что влечет к Царству Небесному Содействует спасению Прославлению Господа нашего Иисуса Христа И поставить спасительные дела Двоеточие И перечислять Ну нельзя перечислить никак Ну абсолютно все Спасительное или нет Что человек обрабатывает землю Но если он думает От этого отдать десятину в церкви А далее Ну из того что у него Как говорится излишки Кому-то помочь Уже спасительное Трудно назвать Какое-либо дело Неспасительное Это то Которое во вред Это где-то участвовать В изготовлении алкоголя В абортаре Ребенка убивает Табакокурение Наркотики То есть Ну все вот такое Которое Служит для гибели Это уже явно Неспасительное А вот если Пошел погулять Это нейтральное дело Будет Да? Нейтральное дело Самое простое Какое Допустим Начнем с утра С утра Мы встали рано Хорошо или нет Встать рано Хорошо Кто рано встает Тому Бог дает Но оно нейтральное Вот допустим Деньги Добро или зло Нейтральное Зависит от того Как ты их употребишь Вот пшеница Что нейтральное Можно хлеб состряпать А можно водку выгнать Понимаете Это все нейтральное Нейтральное Это пока мы не сказали К чему его Стремимся И как определить Вот меня пригласила Одна сестра Здесь в гости Я первый раз пришел Моя живота У меня там 12 квадратов было Но сейчас побольше У меня С кухней вместе Наверное 18 квадратов Даже не знаю Но мы тут не живем Несколько человек На 12 квадратах У меня 11 человек И на полу никто не лежал Представьте Две мастерские Одновременно То он студию У меня здесь Гости 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 Спальня Туалет Кухня А там все На 12 квадратах И спасительно нет Я для Бога Это делаю Для Бога И мне радостно Не то что там Я Ущемляю себя Я себя никогда Не чувствую То есть достаточно Я поел А что там поел Сухари Вода Ну а как правило Господь дает Что-то сверху еще То рыбы сделает Ну когда он Совершал чудеса То меду И даст То еще Притом никогда Не прошу ничего Не прошу А вот Неизвестно откуда даже Вот сунуть То в карман То знает Что у меня ничего нет Я все Распустил И поэтому Надо проверять себя На молитве Вот бывает иногда Сложно определиться Что же в данном случае делать В данном случае Зовут на какое-то мероприятие Мне пришла Принесли Поздравительную Из городской администрации И приглашают Вот в этом деле Участвовать Там конгресс Какой-то Интеллигенции Меня туда уже избрали Я не знаю Дадут мне слово Или нет Если не дадут Я отвечаю Я не пойду Мне зачем Эти ноги бить Что они говорят Там я В этом не нуждаюсь А что я скажу Они нуждаются Ну они там уже пробиваются Скажут Если сегодня Там уже график составлен Не можем Я не пойду А зачем идти Но если это мирские люди Я могу засвидетельствовать им Рассказать Показать причину беды Почему бедно живем Ну все это По Евангелию В Евангелии плыть Как Серафим Царовский говорит Тогда я готов Я пойду А когда приходилось Проповедовать в милиции Они за мной машину присылают Бывает соберутся банкиры За мной тоже машину В тюрьму И тоже на машине То есть люди нуждаются И надо тут сразу Помолиться И уже заранее знать Ты идешь на такое дело Опасное Я иду по камерам Глуголовники Но они знают Что я бывший зэк За Слово Божие сидел А они меня слушают Знают Что я каторжник Я знаю О чем они думают Чего им надо Конкретно Дальше я по рации Там выступаю И в любом вопросе Что ты несешь Это проверять надо На молитве И сравнивать с Библией Как в Библии А что об этом Господь говорит Вот любое дело Ты хочешь делать Ну допустим Женить Или переехать С места на место Важные вопросы Женить бы После обращения к Богу Самое первое дело Зазвившись будет Какое у тебя здоровье будет Какие дети Какие друзья Какой дом Жена Которая не может экономить Она рукавом все растрясет Там у тебя ничего не будет А другая положит основание Твоему стяжанию Квартира хорошая Ты идешь с работы Нужно ставить Четыре вопроса Можете записать К любому такому вопросу Переезжать ли с места на место Куда-то Первый вопрос Что я ищу Что я ищу Что я ищу То есть в этом деле ищу Духовного или телесного Духовного или телесного Временного или вечного Это все как бы один вопрос Расширяется Что говорит об этом Святая Библия Вот тут нужно много знать И смиренно это принять Что говорит об этом Святая Библия Третье Что говорит об этом Моя совесть Совесть Ну и четвертый вопрос Не принесу ли я кому-то Соблазн или вред Этим делом Не принесу ли я Соблазн и вред Все Если ты все вопросы Решил Положительно Приступай делать Благословися Если есть священник рядом Расскажи Это дело сложное Женить бы это Надо совет держать А то не женщина хитрая Как говорится Покажет себя хорошо А завтра Как он пишет Про молдаванку А что ж ты так долго спишь Ты говорит Я говорит Не спала Пока не замуж не вышла А теперь говорит Могу поспать Пусть он говорит Пораньше встает Да работает То есть она Он ее на руках несет На первый этаж уже поднял Она говорит Ваня Уже мы расписались Можешь я сразу На шею перелезу Ну это вроде Такое Веселый рассказ А на самом-то деле Так и есть Вот у нас отец был Инвалид войны Вот так руки не было С фронта Десять ребятишек А было-то двенадцать Ну как бы мы жили Если бы в семье Был бы разлад и как А вот все по согласию Все Самые малинки соберем Маленько мы раскладываем Это тядьки Не папа А тядька Тядьям Маме Бабушке Ребятишкам Все То есть Они нас к этому приучили Нам на всю жизнь Это сохранилось Мы все время работали И без работы не могу И всегда на двух-трех работах Работал Это родители заложили Я благодарен Богу Что у меня родители Были неграмотные Но они знали Что жить надо по совести Помогать другим Вот это они нам заложили А уже Бога Я знал с детства А Евангелие Уже два-три-три года получил Евангельский путь У меня начался поздно Когда уже с армии пришел Но то, что мать дала Что будет суд Божий Страх Божий Огонь Диена Это меня уберегло От разных таких страшных грехов Страшных грехов Я ни одного матерката Всю жизнь не сказал А мне же 77 Она сохранила меня От воровства От женщин Вот это Меня Бог сохранил Я знал нельзя Нельзя Это опасно Это гибельно Душу погубишь В ад пойдешь А ничего про Христа И не знали А потом Господь открылся Так вот вам ответ на вопрос Ясно Еще вы сейчас употребили Что привезти близких к Богу А каким способом Можно привезти близких к Богу Если вот они Ну не особо желание Не испытывают Ну они не испытывают Правильно У каждого свой путь Молиться надо То есть молитвы Здесь ничего не сделаешь, да? Нет Без молитвы вообще ничего нет Если молитвы нет Ну а литва А больше как бы ничего Вы в православную церковь ходите? Да Понимаете в чем дело? Чтобы я Я вас не спрашиваю А верю я никогда Но раз такой вопрос задали У нас вот оружие Ну поняли что это такое Четкий Это 100 поклонов Это нужно не меньше 7 раз в день Давыд об этом говорит Псалом 118 164 стих Запишите Псалом 118 164 Через двоеточие Стих пишется В Сибиратном день Прославляю тебя За суды правды твоей Не потому что я прошу А за суды За Майдан За войну За все благодарю Это суды Божьи А я благодарю Почему? А мы видим Как один сказал Фрагментарно Мы только видим Сегодняшнее Вот сейчас А дальше мы не видим Что из этого получится А нужно согласиться Бог допустил От меня это не зависело Я благодарю Бога Бог что-то хочет мне сказать И в дальнейшем Он может мне это открыть А пока я не знаю Вот меня просили Неоднократно Помочь разобраться С библиотеками Большие библиотеки Ну всемирная там Литература 300 томов Томов Толстые книги Ну как Я всегда говорю Одна это классики Хорошие Можно оставить себе Другая Вот такая Нейтральная Это можно сдать Куда-то в библиотеке Взять деньги И третья вредная Ее из дома Упускать не надо Ее сразу Корочки Я переплесчик Забираю себе А это На растопку Или куда там Ну разные такие Там Апасана Дидро Руссо Там Ленина Сталина Там Энгельса Это поднож Это отрава Вот так и в жизни своей Друзья Какие они Многое зависит от тебя Есть Вот на фронте Бывает три вида Войны Первое Возьмем так Наступление Второе Держать оборону А третье Отступать Отступать Это тоже победа Если бы он Сразу в битву уступил Его разбили У него войск нету А он отступил А в это время Из тыла Там новые люди поступают И опять Как он До Москвы Гитлера Это дошел А потом Ему хребет Переломили Его поперли И поперли Дальше Правда Обошлось Это ужасно дорого За каждого немца По пять Заплатили человек Но однако И вот так Есть Где надо наступать Водка Это где замешана Человек Заботится Бывает Уже Крым Какую машину Там Грузим Перед Поблагословляли Дальше Все знают Дальше Пути угодно человека, человеческий Бог, он врагов примеряет с ним, Соломон говорит. Надо жить интересно, красиво и нехорошее такое слово, но я люблю его, азартно. То есть все время гореть огнем. Вот мне это нравится, я берусь за это дело и до конца его должен сделать. И никому не отдам его. Потому что, вот я начальник детского лагеря, 45 лет. Ну, староста деревни, основатель общины, говорю, общины. Я никому свою должность не отдам. Я за него не держусь, но и не отдам. Я отдам только тогда, когда докажут, что он будет делать лучше моего. Тем более я нигде ни за что не получаю ни рубля. Нигде. 45 лет начальник детского лагеря трудового, и вся обслуга, никто ни рубля не получает. Я своей пенсией поделюсь, сколько можем, и все. Как Бог видит, что мы простые такие. У меня нет духовного образования никакого. Я просто люблю моего Господа и люблю Его Слово Живое. И он открывает. И приходится беседовать с важными людьми, там, с митрополитами, с профессорами. И слушают, и просят побеседовать. Бог. Поэтому я своим ничего не считаю. Ни книги, ни поездки. Это Бог. Это нельзя сделать. В лесополосах, в тайге, где мы ночевали, чтобы только ближе к городу быть, чтобы когда расцветает. В 10 часов у нас отбой был всегда, в 2 часа подъем ночи. Каждый день у нас в среднем получилось по 1030 километров. На газели. Вот вообрази. И мы вернулись живые. Хотя в Швеции была поломка серьезная. Серьезная. Нас тащили до Калининграда. Сколько заплатили. Я попутно сказать. Бог. И вот когда ты доверяешься, и ты увидишь, жизнь твоя наполнена глубоким смыслом. Ты личность. Ты не щепки в половоде, которые вода тащит. Почему? А ты другой. С тобой даже противники разговаривают с трепетом. Хоть в тюрьме, хоть где. Я прошел путь этот, и везде выделяют. И начальник тюрьмы вызывает раз, другой, третий, спрашивает вопросы. А неверующий, ну а кому ты нужен-то? Ну ты как, ну как все, то есть, никакой. Даже в этом положении, в этой жизни мы не в проигрыше. Господь наш путь украшает. Почему Давид говорит, межи мои, проши по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня, то есть плоды мои. Слушаю вас. И я слышал много, ну не много, несколько раз от вас, что вы нехорошо отзываетесь о святителе Игнатии Бринчинины. Интересно, почему? Мне так нравится. Об Игнатии Бринчинины. А почему я нехорошо отзываюсь? А где вы это слышали? В нескольких видео ваших слышали. Ну не то, что нехорошо, но как-то вы говорите, что его там превозносят незаслуженно и так далее. Ну, личное мнение я могу иметь. Я не настаиваю. Я могу молиться, сказать, Игнатий, святой там, моли Бога обо мне грешен. Я не отвечаю, что... Не нравятся труды его, да? Я считаю, что он не был рожден свыше. Мое мнение, по его трудам, как он говорит, рожденный свыше не может этим заниматься. Вот все у него там где-то там с монашеством, все. Идите и проповедуйте. Он никуда не пошел. Он не расслышал голос Божий. Это глухота. Я имею право сказать это. Я его не сужу. Я по его трудам занимаюсь. В моих книгах это отображено. И сравниваю рядом Слово Божие из Библии. Я говорю, Христос так не учил, как он учит. Как это так? Тут легко понять. Вот апостол Павел, было видение. Муж македонянин, некто, явился и сказал, приди к нам и помоги нам. Приди, проповедуй. Его никто не звал. Если видение было, то только там храм построить. А храм что не построить-то, когда друг царю был? Он современник Пушкина. Царь ему деньги отпускал. Он строил образцовый монастырь, чтобы делегации зарубежные могли приезжать. Чего тут? От небесного назначения-то ничего и нет. Его никто и не знал. Я не знаю, в 70-х годах его где-то там канонизировали. Это надуманное все. Я задаю всем вопрос. Скажите, как канонизируют? Ну как там, это архиереи, там канонизационная такая комиссия. И вот они решают, там голосуют, кто за. Правильно. А почему, когда голосовали Серафима Саровского, ни один не поднял руку? Ни один. Это ветки случаев. Его вообще никто не думал канонизировать. Но царь Николай сказал, канонизировать. Все канонизировали. Это второе нарушение. Какое имеет отношение царь? В церкви одни поставил апостолами, других пророками, третьих учителями. Послание к Коринфянам 12.28. Пишет Павел. Ну не написано, в церкви поставил царями. Это в мирском. Нету нигде там, что в церкви поставил царя, как Константина Великого, командовать. Епископа назначать нигде нет, а без царя Николая ничего не было. Вот я не согласен, потому что нарушение канона. И я говорю это, как будто я ему молюсь. Царь Николай, его царское семейство святое. Молите Бога обо мне грешим. Я его признаю и молюсь. Но вот это что? Неправильно. Дочь его Анастасия лежит с папиросой. Ну не жаль я могу одобрить? Сам он курил до смертного часа. Ну что, хорошо разве это? Какой пример? У ста курящего род демонская кадильница. Ян Короштадский. Ну еще дальше-то. Или еще у царя там благоухание во рту было от табака. Табак такой же самый был. Правда без махорки там уже папиросы были. Но я если говорю, то отвечаю за свои слова. Как один человек сказал, я отвечаю за свои слова, а не за то, как ты их понял. Если ты не понял, переспроси. Ну-ка, то иди отсюда. Не балуйся, котенок. Слушаю дальше. Ясно. Ну как бы все. Больше вопросов нет. Очень благодарен вам, что с вами побеседовал. Для меня это большая честь с вами побеседовать. Спасибо вам за ваши труды и за все. Вы очень много делаете для людей. Благодарю вас. Бог знает как. Я молюсь, и Господь показывает. Почти каждый день сообщает. Там от души обратилась. Там из сектантов пришла. Сегодня одна из адвентистов. Вчера из пятидесятников. Из разных концов. То, что попали на наши ресурсы. Даже со свидетелей Югова. Недавно она приняла крещение. Притом она не русская, а казашка. Ее имя дали Рахиль. Крестила с дочерью и двумя внуками. Вторая дочь у ней Руфь, кажется. Да крестилась дочь. А сыновья Рафаэл, кажется. И кто-то там Марк, что ли. Не помню. У меня жена сейчас беременная. В апреле рожать мальчик будет. Хочу Севастеном назвать. Как имя? Хорошее, нет? Надо по календарю смотреть. В апреле. В апреле? Так в апреле 30 дней. Где-то 22-го. Но у вас календаря нету? Нет. Вы уже крестили его? Как крестили? И только рожать в апреле. А, только рожать в апреле. Ну, 22-го вы не знаете. Вы тогда посмотрите календарь и выбирайте имя. Раньше вот не выбирали. Выбирайте такое. Не Вова, Сережа, Саша. Ну, понимаешь, как клен, клен. У нас в деревне как-то было 6 коров, и из них 5 зорьки. Ну, что же совсем-то. У нас 4 щтеца рукоположили. И все 4 Игоря. А 2 из них Игоря Владимировича. Ну, нормально. Вот у меня старший брат был Самуил. Ну, где ты в школе Самуила найдешь? А Самуил это первый пророк. Меня вот назвали Игнатий. Брат священник у меня, брат родной. Его Иоаким. Вот, понимаете как? Тихона у меня. Тихона тоже не часто встретишь. Был композитор Тихон Хренников. А Самуил Яковлевич Маршак это был поэт-переводчик. Вот у меня братья по матери. Макарий, Филарет, Эммануил. Ну, нет этих имен-то сегодня нигде. А по отцу был Степан. Степа еще встретишь. Наум и Амос. Наум. Понимаете как? Это красота. 750 имен мужских. А их всего 34, кажется. Я подсчитывал так. Употребляется сегодня. Ну, скукота смертная. Я говорю, в правительстве советском был один человек. Его звали Климент Ефремович. Ворошилов. Климента нету, Ефрема нету. Куда они делись-то? А он был рядом со Сталиным. А Сталин не Владимир Владимирович был. А Иосиф Виссарионович. Виссарион. А Виссарионов-то Белинский был. Писатель, критик. То есть мы должны везде показать, ну, не так, как люди. По течению. А именно, чтобы это было, по слову Божьему, у нас община в Потеряевке. В честь священно-мощника, Анфима Никамедийского. Анфим. И там одна родила, Анфимом назвали ребенка. Лагерь в честь Климента Анкирского. Климента. Почему? Я объясняю. Он о детях заботился. Ну, как бы патронирует наш лагерь. За 45 лет ни одного повреждения, ни одной смерти, ни одного отравления. Это что-то значит? А у них там пачками под капельницами лежат. Угу. Вот. И все разного цвета. Понимаете, как это? Ну, обычно, если Пушкин, сколько томиков есть, они одинаковые. Шукшин, все одинаковые. Но я именно разный. Вот, допустим, я беседую с мусульманами, а у них центральный цвет зеленый. Зеленое знамя. Зеленый. Везде. Обязательно зеленый должно быть. Ну, а зеленый, у меня она чисто зеленая обложка. Я разбираю по сурам и аятам весь Коран в сравнении с Библией. Вот евреи любят золото. У меня сразу про евреев, которые, Том, золотой такой. Ну, понимаете, надо же ты же здесь и то маленько посмотреть, как оно воспринимается, почему я его так принял. Даже простое дело делаешь, но и старайся сделать так, чтобы было красиво и интересно для Бога. Угу. Ясно. Ну что, спасибо, благодарю вас. Слава Христу. Вам сколько лет? 32. 32. Почему бороду бреете? Ну, скорее всего, от гордыни. То, что, как об они люди подумают. Вот так. Это раб чужого мнения. Если кто любит мир, то нет любви очень. Не можете служить Богу и миру. Это серьезное нарушение. Давид, когда полбороды отрезали, он даже, ну, побрили. Он не запустил в земной Иерусалим. А мы идем в небесный. Христос с бородой, апостол с бородой, пророки с бородой. У нас иконы есть. И никак, сразу уничтожая, и все. Почувствуй себя. Что скажут люди? Ну, какое он мне до людей дело-то? Моя мысль должна быть, что думает обо мне мой Господь Христос? И все. Я вот сейчас вам скину материал. Наши ресурсы. Сайт. Называется сайт. Там форум. И сайт. И на сайте, когда вы откроете, справа, там есть вопросы-ответ. А впереди, вверху написано, к истинному православию книга. К истинному православию. Так, там и видно она книга. Ее ткни. Она открылась. И там оглавление. О, Бродобритие. И вы прочитаете. Там история вся. Жития святых. Иконопись. Все, что можно. От табакокурения, от церкви. Я 40 лет материала собирал на эту книгу. 40 лет. Буквально по предложению. Вот такое дело. Ну, с Богом. С Богом. Спасибо. Благодарю. Слава Христу. Слава Христу. Вот новый человек. Роман. У нас роман уже не...